Так, друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет про плитку. Сегодня мы будем укладывать на пол керамогранит размером 29,5 и 59,5 соответственно. В чем минус данной плитки, хочу сказать сразу. Данная комната у нас размером 3,32. Если бы размер плитки нас соответствовал 60 сантиметрам, мы бы от одного края до другого края использовали плитку без подрезок, то есть безотходно. Но так как у нас размер на 5 мм меньше, чем стандарт, получается так, что в конце у нас приходит зазор 3 сантиметра, то есть 3 сантиметра от плитки. Поэтому нам пришлось плитку сместить так, чтобы плитка уложена без маленьких подрезок. Так, ну теперь давайте посмотрим на саму плитку. Данная плитка выглядит вот так вот. В общем, смотрите, укладку мы производили на систему SVP 3D-крестики, использование пластинок от Profilevel Master. Пластинки нам нужны для того, чтобы, когда мы зажимаем SVP, SVP, вот этот клин, он не толкал в плитку. Не было сопротивления к керамогранит, и клещи зажимали клин спокойно. Укладку мы производили на 1-2, то есть вот такую вот кирпичную укладку. Хотя производитель на коробке указал, что данная раскладка не рекомендуется. Ну, я не знаю, почему так рекомендуют. У нас, по крайней мере, все идет гладко. У нас углы не торчат. А хотя керамогранит, я вам скажу, он не ровный. Но за счет системы SVP у нас он более-менее становится одной плоскости. Вот у нас керамогранит фирмы Терсонит. И вот рекомендуемые раскладки. То есть плитка шов-шов, плитка на 2 третьих и по диагональной раскладке тоже 2 третьих. Вот у нас на пол плитки раскладка не рекомендуется. Ну, наверное, производитель, когда делает такой учет, он не думает о том, что мы будем производить укладку на систему SVP, систему выравнивания плитки. Поэтому за счет того, что сама плитка идет дугой, без системы выравнивания мы просто не сможем дать нужный результат. Поэтому всегда используются систему выравнивания для того, чтобы пол и стены всегда были в плоскости. Поехали дальше. Так, и как же у нас называется данная плитка? Плитка керамическая, керамогранит Galaxy. Вот номинальный размер это 297 на 598. Ну, это, я вам скажу, не совсем точно. Размер у него значительно отличается от того, что написано. И совет, когда вы покупаете плитку, всегда смотрите, что у вас был класс, был калибр, одинаковый на всех коробках. Ну, и желательно, чтобы и дата, и код все соответствовало коробке в коробке. Ну, то есть все, что было одинаково. Так, толщина, в общем, 8,5 мм и 9 штук в коробке. А коробка занимает 1,6 квадратных метров. Вес 31 килограмм. Вот. Все. Вот все, что я хотел сказать про данную коробку, данную плитку. Ну, а теперь, в общем, приступаем к укладке. Кстати, укладываем мы ее на плиточный клей Юнис с марки С1. То есть, достаточный для того, чтобы держать данную плитку на поверхности. Стеновую плитку мы будем укладывать на другую плитку, другой класс. Поэтому данный плиточный клей предназначен только для напольной плитки. Итак, мы начинаем укладку. Вот они, с ВПшки. Клещи, 3D-крестики, зажимы 08, клинья, универсальные крестики и пластины от профилового власти. Они вот такие вот классненькие, ровненькие, гладенькие, беленькие. В общем, удобно с ними работать. Рекомендую всем. Так, ну что, все? Вот все, что нужно. Шпателя, клей, плитка. Будем делать двойной промаз. Один мы будем наносить гребенкой на пол, а второй промаз будем делать на плитку с обратной стороны. Ну, то есть, как положено. Все, погнали отсюда. Так, 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 так. И обратно выйдем по возможности. Постараемся все сегодня это уложить. Кстати, обратите внимание, вот шпатель. Вот такой вот закругленный. Очень удобно черпать клей с ведра. Сделал его сам. Вот. Вырезал из очень дешевого бюджетного шпателя. Рекомендую всем плиточникам сделать вот такие вот шпателя для себя и для работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, вот он наш промежуточный этап работы. Постелили в 4 ряда, сделали вот такое вот отверстие, там будет трапик, туда будет сливаться вода в случае, если будет происходить протечка. Уклона нет, поэтому он просто идет как резерв, но он не основной, он просто второстепенный. Кстати, такой вопрос, многие могут спросить, почему такое большое количество СВП? Не потому, что мы хотим тут разорить нашего клиента, а потому что, если мы делаем укладку, вот получается вот это, три плитки нам нужно собрать. То есть три плитки, получается, 3 СВП, на каждом углу по три штуки. Три плитки мы делаем все в одну плоскость. Далее, чтобы, бывает такое, что вот эти вот зажимы, они лопаются, чтобы они не лопались, берем клещи, зажимаем, не пережимаем, просто зажимаем до нужного предела. А далее уже берем молоточек и просто вот таким вот образом постукиваем вокруг, для того, чтобы процесс вибрации выровнил наши плитки в одну плоскость. Таким образом мы сохраняем зажимы, они у нас не лопаются. И, соответственно, мы за счет вибрации выравниваем все. Вот такие вот дела. Продолжаем укладку. Кстати, обязательно во время работы с напольной плиткой лучше использовать вот такие наколенники. Это позволяет сохранить наши колени на долгие-долгие годы. Очень удобно и практично. Всем рекомендую. Итак, мы находимся в процессе завершения укладки керамогранита на пол. На данный момент мы не можем закончить полностью наш ковер, потому что в том углу должна быть инсталляция. Но инсталляцию мы пока не можем поставить по определенным причинам и не можем сделать каркас. Но это как бы ненадолго. В ближайшие дни мы это сделаем и, соответственно, закончим пол окончателя. Но я думаю, тут и так понятно, как это все будет выглядеть. Все будет классно, все будет ровно. Просто замечательно. Потому что мы использовали систему выравнивания плитки. Если бы мы ее не использовали, соответственно, у нас плитка лежала бы вся волнами. Где-то было тонуло, где-то вздымалось. В общем, используйте систему СВП для выравнивания плитки. А лучше используйте 3D-крестики. Их вы можете заказать у меня. Если вы проживаете в городе Набежда Челны, я вам лично их привезу. Доставка будет бесплатная. Вот. Это маленькая реклама про меня. Далее. Далее выравниваем все это. Завтра мы уберем все наши СВП-шечки. И приступим к укладке плитки керамогранита 60 на 60 на стену. Тот керамогранит, который предназначен на стену, он почти похож на тот, который на полу. Ну, правда, из другой серии. Но визуально напоминает что-то вот это. Поэтому мы будем завтра укладывать его. Как это будет происходить, естественно, я про это буду делать отдельное видео, чтобы рассказывать и показывать все тонкости и нюансы данной укладки. А пока с этим все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, до новых видео. Думаю, вам это видео было полезно. Также ставьте пальчик вверх. Не забудьте нажать подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить выходы других видео. А с вами, как всегда, был Инар. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok